Всем большой привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lidia Sweets. Я небольшой фанат песочного печенья, но именно этот вариант мне нравится очень. Я готовлю его уже неоднократно, поэтому хочу поделиться с вами этим рецептом. Готовится оно буквально за пару минут, получается очень нежное внутри и безумно вкусное. Поэтому обязательно сохраняйте и давайте начнем готовить. Для начала нам понадобится 320 граммов пшеничной муки, 3 грамма разрыхлителя и 2 грамма соды. Все хорошо смешиваем, сухие ингредиенты у нас готовы. И затем в отдельной миске взбиваем 200 граммов сливочного масла. Оно должно быть размягченное, комнатной температуры, потому что взбивается такое масло очень легко и просто. И в дальнейшем последующие ингредиенты будут растворяться очень хорошо. Взбиваем миксером буквально 10 минут, масло должно быть взбито до пышной светлой текстуры. И затем добавляем 180 граммов сахарного песка. Когда масло у вас размягченное, сахар растворяется очень хорошо. Вы должны хорошо взбить его, для того, чтобы масса получилась однородной. И поэтапно вводим по одному яйцу. Нам понадобится 110 граммов, это 2 крупных яйца, либо 3 маленьких. Вводим по одному. Одно яйцо ввели, хорошо взбили и смешали с массой. И затем вводим последующее. После того, как взбили хорошо яйца с массой, добавляем сухие ингредиенты. Обязательно просеиваю еще раз через сито, чтобы масса была воздушная. Всегда ввожу сухие ингредиенты в несколько приемов. Смешиваем лопаточкой до однородности. Долго вымешивать его ни к чему. Достаточно просто смешать до однородности, чтобы не было остатков сухих ингредиентов. Данное тесто прекрасно подойдет и будет сочетаться с любыми доп. ингредиентами, которые вам нравятся. Например, шоколадные дропсы, орехи или маршмеллоу. Есть идеальный рецепт печенья с орехами и маршмеллоу. Печенье получается очень вкусное, настоящий американский кукис. Но в данном случае я буду добавлять эммандемсы. Поверьте, с ними тоже получается очень вкусно и довольно празднично. Добавляем 250 граммов эммандемсов. Вы можете добавить как вовнутрь теста, так и добавить поверх последующих шариков, когда вы будете формировать. Также подготовили просринь с пергаментной бумагой. И начинаем формировать шарики. Немного смазываю руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. Можете формировать по 25-30 граммов. Можете это делать на глаз, либо отмерять. Но я думаю, что лучше воспользоваться весами. Так будут у вас все печенья одинакового размера. И будут смотреться эстетичнее. Формируем шарики, немного скатываем их и выкладываем на противень на расстоянии друг от друга. Так как при выпекании печенье еще будет увеличиваться в объеме и в размерах. Отправляем выпекаться в духовку при 180 градусах примерно 12 минут. Смотрите всегда по особенностям вашей духовки и по вашим размерам печенья. Потому что чем больше размер печенья, тем больше немножко потребуется времени для выпекания. Готовое печенье выкладываем на тарелочку и можно подавать на стол. Оно прекрасно подойдет как на детские праздники, либо просто к чайпитию. Если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх. Оставляйте реакции в комментариях. Буду очень рада обратной связи. Пишите как у вас получается. Если вы хотите получать уведомления новых видео, вкусных и проверенных рецептов, обязательно подписывайтесь. И до скорой встречи на моем канале. Пока-пока.